Приветствую всех! С последним изменением стали раньше и чаще выдавать сокровища первого, более слабого, уровня, а значит пришло время выделить из них 5 самых лучших. А еще время прожать лайк и подписаться, если вы вдруг еще этого не сделали. Сразу оговорюсь, что подборка это весьма субъективно и не является панацеей для любого выбора. Ведь часто колода диктует нам, что лучше взять. Например сокровище на 10 брони будет хорошим приобретением бомбовоину, а принцесса для хриплого охотника. Однако, для других они практически бесполезны и лишь забьют колоду, являясь мертвым дропом. Карты же из нашего топа будут полезны практически всем. Номер 5. Клыки вампира. Есть аж целых 3 сокровища, уничтожающих вражеское существо. У каждого свои плюсы. Одно дешевле, другой замешивает еще более сильные сокровища. Клыки же восстанавливают здоровье. Так как чаще всего в подобных сокровищах нуждаются колоды, отвечающие на агрессию противника, то восстановление является весьма желательным бонусом. А если игра более ровная, то всегда можно выбрать существо пожирнее, как цель этой карты. Номер 4. Телескоп. Заклинание, что значит может быть удешевлено аурами, которое подсматривает карту в руке противника и дает вам удешевленную копию. Все это в совокупности дает много КПД. Ведь это и темп, и старт комбинаций, и карта, которой не было в колоде, что полезно для квестмага. Да и разведка на ходе конец. А значит, это всегда польза. Номер 3. Похожий на телескоп по своему назначению, но обрезший физическую форлу Мурлок Хогмс, копирует карту, которая берет противник из колоды. Является крайне раздражающим фактором. Ведь оставлять на столе его нельзя, ибо он будет все больше и больше шпионить за противником, да и хозяину пополнять запас карты. Особенно приятно взять в Мурлок, когда вам дают ауру на легендарные диски, копирующие легендарные карты. Ведь он такой является. Номер 2. Самое плохое в сокровищах первого уровня, когда они приходят в совершенно неподходящий момент. Вам нужна какая-то зачистка, а вам в стопдек приходит забав или маст мини-кри. В пустую руку удешевление карт или усиление существ в колоде. В такой момент вы бы с удовольствием выбросили эти сокровища. Но все это не относится к верному подручному. Ведь он сам приходит вам в начале первого хода, не забирая на себя добор. Это уникальное свойство и расположил его на второй строке нашего рейтинга. А на первом месте у нас расположился, на первый взгляд, весьма невзрачный мешочек с монетками. С одной стороны, вы точно не хотите взять его в пустую руку стопдека. Но с другой, мешочек отлично начинает комбинации. Это три дополнительные карты за ноль для квест мага. Четыре урона для охотника на демонов на второй способности. Так же, как и четыре урона для жреца на второй способности, не говоря уж про комбинацию с лирой. И конечно же, что самое важное, это очень сильный дополнительный темп. Игра идет совершенно по другому сценарию, если вы, играя, к примеру, на хриплом охотнике, первый ход не пасуете сразу, а выставляете на рубское яйцо и прожимаете способность. В дуэлях очень часто решающую роль играет всего один ход, на который противник не находит своевременный ответ и проигрывает. Когда дуэли только появились, я говорил, что это режим без комбэков. И в какой-то степени таковым он и является сейчас. Именно поэтому мешочек поднимает корону победителя этого рейтинга. Бонус. Конечно же, рассматривая сокровища с позиции не навредить своей колоде, мы не можем не вспомнить о клинке и рукояти Квелдолара. Ведь собрав их вместе, мы получим сильнейшее сокровище первого уровня, оружие Квелдолара, которое приходит вам на первый ход и за свои шесть манны, четыре хода может выдавать по восемь урона в цель и четыре по всем остальным противникам. Безусловно, такое оружие украсит любую колоду. Однако, стоит помнить, что шансов собрать его не так уж и много, да и соберем мы его минимум после пятой игры, а скорее всего после девятой и дальше. Поэтому, если вам и предлагают запчасти клинка, то брать их стоит лишь против совершенно бесполезных сокровищ, не подходящих под вашу колоду. А на этом у меня все. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!